Благодарность Господу, что Он нас сохранил, помиловал и дал мир Своего Сына. Эти стихи записаны в числах, шестая глава, последние стихи, я уже по памяти. Это самое большое благословение, которому учил сам Господь Моисея, чтобы Он так благословлял народ и благодарил за эти благословения Творца. Я когда переживал, в моей жизни было бедствие, сожгли мой сарай, сожгли овцы, сожгли щено, сарай сгорел, телята погорели. Такое бедствие я переживал. И надо мне было через некоторое время вот эти стихи, числа шестая глава, прочитать. Чего ты переживаешь? Как бы внутри мне дум, говорит, Он тебе сохранил, негодяя, помиловал и дал мир Ейшо, Сына Твоего. Что ты переживаешь за это земное? И Господь хранит нас. Это самое большое благословение. Тут много говорили о благословении. И мы, я скажу, благословить Господь, пусть эту семью, которая соединяется, чтобы сохранил их, помиловал, и они жили в мире Христовом. Это великое самое благословение. Прочитаем, откроем, бытие, шестую главу, стих со второго прочитаем. Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали их себе в жёму какую-то избрал. Мне как-то один брат Вальшана говорил, красивые дочки, пусть выходили замуж, а умная сидит. И сказал Господь, мне вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. Великое это Господнее негодование, когда человек, общество, страна пренебрегает Духом Божьим. 35 лет назад, когда американский астронавт приезжал к нам в Брест, пресс-фитер вышел и говорит, кто хочет служить Богу, поднимите руку. И я не пренебрег этим приживом, поднял руку, потому что пренебрежение Духом Божьим, то Господь отнял от человечества и Дух. Они жили раньше 900 с лишним лет. Господь за пренебрежение отнял Духом и 120 лет в таком общину. Года три назад, может, вы знаете, самый старый человек мира, японка, умерла, было ей 119 лет. Никто этого предела еще не перешел. И я, когда покаялся, принял крещение, Дух меня повел с города, оставил я город, квартиру, и пошел в село, купил там старый домик, взял 5 гектар земли, купил две коровы, купил лошадь, кобылу. И там тружусь до чего? Времени. Чтобы мне попасть к вам сюда, у меня машины нету. Даже если бы мне ее бесплатно давали, я бы ее не взял бы, потому что это великая обуза для человека и для остальных. Дух повел меня на землю. И я благодарен Господу. Позавчера ходил еще косить кобыли, двое лошадей у меня еще есть. Кобыла и жеробец, красавец. Думаю, зимовать их еще. Пошел косить. А идти косить – это тяжелая работа. Это самая тяжелая работа. Я прочитал таблицу, там ученые подсчитали, самую большую энергию тратить при косбе. У него и глаза работают, и руки, и ноги. Все. И я косу. Ну, когда идти на эту тяжелую работу, надо себе настроить психически. И я себе настроиваю. Не пойду косить тяжело мне будет, а буду цветки вот косой косить, снимать. И вы знаете, намного приятнее эти цветы пахнуть. Красота вокруг меня, цветы. Я сам себе думаю, в раю я. Ну, в раю, ну, где кому, кто и запах, и красота вокруг. Вот тут показывают виртуально, а там настоящие цветы. Господь благословляет и дает силу. Мне он дал силу, если бы я обещал человеку, присвитеру, кому-то, что я должен быть в этом дому, то я, может быть, не поехал бы. Потому что тяжело. Три километра. Велосипедом ехал, поездом трясло, там через путя переходить тяжело. Но я обещал Творцу Богу, что я должен быть здесь. Я с Федором работал, это областной, сейчас он, присвитер. Я видел, он у меня под краном работал, монтажником, как он себя хорошо вёл, как он постился. Я в украине скипившу, чаю, смотрю, вон, подношу ему, говорю, попей хоть чайку, брат. Не брать, я ему ещё, говорю, сей, я тогда ещё не прикален был. Вот. Нет, я, говорит, постюша. И я поэтому видел его поведение, и я пообещал, что я должен быть в этом дому. Когда мы читаем Новый Завет, послание апостолов, то мы иногда узнаём сами и себя. Мы неизвестные, но нас узнают. Я, когда поверил, стал жить христианской, ну, как я понимаю, как меня учить нас, учить писание, творец христианской жизнью, то я должен и действовать, и работать так, как я читаю, принимаю писание, утверждаю снаём. Второе Коринфянам, глава шестая, со стиха девятого. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Бог не отнял от меня духа, потому что я не пренебрёг его призывом словом. И вот мне 83 года, а я думаю, с вечера скорее бы утро до мне идти цветки косов шевелить для нюхать, потому что земля, творение Божие, он наградил меня, покуда на этой земле. Ну, как меня узнали однажды и дважды, я пошёл в поликлинику на приём к врачу, с поликлиники вышел, а там центральный уход был, ремонт что, закрытый, и лестница с торца уход такой, ну, ступенек, может, двадцать, там такая высокая лестница. Вот. Я спустился на низ, повернулся, смотрю, женщина, пожилая, вот, хочет опуститься, и вот такую ногу не достает этого, на что степок не достает. я поднялся наверх, говорю, держись, женщина, она держится меня за руку, достала цепок нижний и говорит, есть Бог, потом на второй цепок, есть Бог, на третьем, и до низу и так разом, может, в восемь, она повторила, есть Бог. Прошло, может, года два, я как-то вспомнил этот случай, думаю, сатана где-то нашептывал здесь, ты думаешь, что тебе кто-то поможет тут, Бог поможет. Нету его, так я думал, иначе бы она так не говорила. Вот такими делами мы можем прославлять и нас будут узнавать. Один брат прочитал и объявление продает книжки философские Владимира Соловьева. Его мало кто знает, это величайший христианин. Я приехал в этот дом возле Пинска недалеко, открыл калитку, захожу до дому, до двери, двери закрытые, смотрю, шарай стоит, я подошел до шарая, там абрикос поваленный, абрикосы попадали на пол, хозяина нету, я взял один абрикос и в рот и кушаю, открывая дверь, хозяин, кто тут ходит, мои абрикосы кушают. Я приехал по объявлению, это такой философ, мои абрикосы есть. Я ему говорю, подойди сюда, пожалуйста. Он правда подошел, я ему говорю, слушай, у меня есть тоже сад. и говорю, у брата моего по плоти есть, что сжать. Да, говорю, я же ехал до брата своего, а он с сочеткой ругается, что та собирая его яблоко, там, парочатам своим, да, так, ее обживает. Говорю, а я ему объясняю, а я говорю, у меня сад есть, сочеди придут, тоже собирают, то я говорю, прячусь, чтобы они не бачили, чтобы им стыдно не было. Он мне говорит, у тебя сумка есть? Я говорю, нема. Бери сколько тебе надо, хоть Галину говорит, бери, и если приедешь, говорит, открывай ворота, бери за эти слова. Вот так мы добрыми делами мы нас узнаем. Я вам еще скажу, как меня кошка узнала, красавица кошка. Мне надо было вырезать стекло фигурное. Я поехал уже села своего переселил, вот, вырезать это стекло. У мастерской заказал мастер печет, квитанцию работники там уже режут. Ходила кошка и пришла, села к мне на колени. Он как писал, так скидывая очки, ставился на меня соты за человек. говорит, эту кошку я привез к дому, женку исцарапывала, дочку скушала, вот, два, говорит, работника, она есть, одних не берет, только от меня. Вот. Говорю, я говорю, ну, что это, человек, говорю, две коровы есть, два коня, говорю, два кота у меня есть, говорю, рано, как встану, бывает, кот лежит на моей рубашке или в штанах, то я его не сгоню, беру другие штаны или рубашку, а он пусть досыпает, кроме того, что хорошо кормлю. Он говорит, ты видишь, как даже и коты познают доброго человека. Скажем, слава и благодать, но еще я, потерпите, я очень важное, скажу, свидетельство своего отца. Он заканчивал церковно-приходскую школу в 900 года рождения. Два или три класса было тогда в 12 году, в 13 году, ему было 12 год, 13 заканчивал. И был хороший священник, который сказал, говорил своим ученикам всякий, кто призовет имя Господне спочется. Говорит, детки, как у вас случится какая беда, просите Христа, призывайте имя Божие, и Он все ваши проблемы разрешит. отец взял нож, молодой был, 12 лет, взял ножик со стола, которым хлеб резали, он был на шнурку, так он привязан, и вышел на улицу, сделав дудочку, такой швисток, может, кто-то с вас отрабил с лозы, вот, вырезали, снимали и швистел, и этим вот так машет веревочкой, нож, слетая с рук и падая в долина глубокая, раньше были. Он же вспомнил, пошел броднять, не достать там с головой, он пал на коленки и говорит, Господи, сделай так, чтобы меня отец не бил, а отец был жестокий очень, висел опутал с узлами на стене, и если что не так, это было одно воспитание, наука, бил, и бил здорово, и когда он помолился, пришел в хату во время обеда, поставила мать ей обед, на что, хлеб, ножа не на столе, я, говорит, сижу, дрожу весь, потому что за этот инструмент батюшка уже даст много, он ножа не вспомнил, да на матеру говорить, неси топор, не мама же, неси топор, и этот случай, призыв творца, этот топор, он пронес через всю жизнь, он утекал с двух войн, в девятнадцатом году и в сорок четвертом и всегда он призывал имя Божие и он спасся и дожил до восьми десяти восьми год, покаялся он в семьдесят год, лежал больной, года три он лежал больной, помню, включили телевизор мы, выступает Горбачев, мы будем строить, я помню эти слова, жизнь нашу на общих человеческих ценностях, он поднимается сколько, да спрашивай меня, слово это за разумный человек, который говорит такие слова, это можно сказать, он повторил слова из Библии, скажем, слава и благодарность нашему Господу за его науку просвещения, за его спасение, исцеление и наше хранение, аминь. 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 Аминь.